Ароматные пироги и кексы, классические и оригинальные пасхальные яйца и главное украшение праздника – куличи и творожные пасхи разных форм и размеров. В честь самого светлого праздника всех православных верующих Пасхи Саровская городская организация ветеранов провела в Доме молодежи фестиваль «Пасхальный перезвон». Я вижу, как красиво накрыты вот эти великолепные столы. Они прям возбуждают аппетит и большой интерес. Хочется тоже подойти, посмотреть. Я уверен, что сегодня в жюри будет очень непростая задача определить призеров. Одно лишь скажу, что независимо от того, кто одержит победу, мне кажется, вот сам формат организации проведения вы получаете от того, что вы делаете, огромное удовольствие. И это самое главное. Любой стол – четко выверенная праздничная композиция, где важен каждый элемент. Традиционными куличами и яйцами многие не ограничивались. На суд жюри представили много разной выпечки – торты, пироги, кексы. Также творчески оформляли и сами куличи. Жемчужина стала победителем от Совета ветеранов третьего микрорайона декоративное яйцо из Иерусалима. Стол был, конечно, необыкновенный. Даже самим понравилось. Во-первых, у нас было искусственное яйцо из Иерусалима. Красные свечи тоже. Яйца лично сама ходила освещать к храму всех святых. Когор. Батюшку предлагали выпить. Ну, сделали и штруди, и куличи домашние. Ну, я не знаю, и торт. Торт прямо это. Придумали название каждому кулинарному изделию, чтобы как-то отличаться от других. Судили конкурсантов, представители духовенства, администрации города, Совета ветеранов и Дома молодежи. При оценке изделий учитывали объем, внешний вид, аромат, оригинальность формы и украшение стола. Призерам и победителям вручили благодарственные письма и сувениры от организаторов конкурса. Все вы огромные молодцы. Все вы победители. Все вы имеете такое множество талантов, что говорят, как в древности, ни в сказке сказать, ни пером описать. В завершении праздника для участников подготовили насыщенную концертную программу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.